Ты же в перископе? Да, пока ты в перископе, меня нет. Да, как-то, во-первых, я еще сдручиться должна. Я как-то сдручиться. Так, в нем и сидишь, да? Посиживаю, посиживаю в перископе. Привет, Туапсе, где я, наконец-то, гримируюсь со своей Любочкой. Получается, первый раз в этом году, что ли? Офигеть, представляете, завтра 1 марта на дворе. Мы весной встретились. Мы весной встретились. Удивительно, да, получается, что... Но зато мы почти до самого Нового года снимались. Милин, здравствуйте. Здравствуйте. Хотела выразить вам свое уважение по поводу вашей прекрасной любимой. Спасибо вам большое. Спасибо вам, спасибо. Спасибоочки, спасибоочки. Мы вот тут в перископе сидим. В перископе сидим. Мы находимся где? Мы находимся в телекомпании «Мир». Наконец-то я доехала. У меня даже в телефоне помечено «Мир ждущий». «Мир ждущий» так помечено. У меня девушка-редактор, что «Мир меня ждет». Давно я собиралась на это шоу. На самом деле, это шоу для меня достаточно важное. Называется оно «Ой, мамочки». И здесь есть возможность рассказать подробно о нашем фонде «Downside Up». Также сейчас я принимаю участие в акции «Дуду для Google». Тоже это детские рисунки. Скоро будем подводить итоги, награждать победителей. Поэтому я рада, что я все-таки сюда наконец-таки доехала. Все очень хорошо. Люба тебе передает привет. Опять почему не слово о старшем шиночке? Потому что не хочет, чтобы его обсуждали. И так как я только его не выставлю в соцсети, начинается «Снежный человек, едьте, сбрейте ему эту бороду». Он взрослый мальчик, хочет сходить бородой, пусть ходит. Он в тренде. Вообще нравится быть не стриженным, не бритым. Потому что три года в армии, когда нужно было бриться и стричься, накладывают свой отпечаток. Поэтому обсуждать моего старшего сыночка мы не особо будем. Сколько это я люб зеленая? И вот так, когда поближе, я ничего. В свете ты так подбиваешься сверху светлого. А, да. Так, «Человек-невидимка» в пятницу. Почему первый гость? Уже был первый гость. Была Распутина Мария. Потом была Ольга Бузова в эту пятницу. Бузова была. Кто в следующую пятницу, пока не знаю. Как только узнаю, поставлю анонс. Хотя мне прислали расписание всех гостей, но я, простите, наизусть не помню. Как буду ставить обзор, напишу. Линда. Может быть, и Линда. Не знаю. Не знаю пока. Линда анонсировали. Анонсировали? Ну, вот, значит, вы уже знаете. Она или Линда. Если анонсировали, значит, будет Линда. Ее показывали. Привет, Таллин. Ольга, да, вполне приятная девушка. Так, расскажите, есть ли кто-нибудь сейчас на связи из Тбилиси? Хочу услышать хоть одно, увидеть хоть одно «я». Есть ли у нас в Тбилиси? Пока вот, привет, Йошкар-Ола. Я. Вот, есть Азалик. Короче, ребята, вот пока вижу один «я». Так, маникюр, видите, фиолетовый. Сделала как раз к человеку-невидимки. Да, да, да. Наш корпоративный цвет канала. Он додержится. И вот у меня додержится. Да, как раз он уже, правда, будет такой доходяга, но додержится. Так, ладно, мисс один-один. Вот и из Тбилиси, что ли. Короче, у меня сейчас... Я вчера встречалась с подружкой своей, с Катей Корничук, из метро. И они вместе с Тоной и Контридзе едут туда на международный женский день и зовут поехать с ними. Поэтому я сейчас в раздумьях. Я вот так праздно никогда никуда обычно не езжу. Вот так, чтобы поехать вдруг без ребенка, без спектакля, без корпоратива. Просто поехать с девочками, попить, поесть, погулять, подышать воздухом, сходить в баню. Я никогда не была в Тбилиси. Мне почему-то безумно захотелось. И все, кому я это не рассказываю, говорят, что надо ехать, потому что там очень-очень круто. Вот. Поэтому, в общем-то, вас оказалось не сильно много из Тбилиси. Поэтому какие-то конкретные заманухи... Нет, я не в линзах. Вот именно вы не из Тбилиси, я точно знаю. Вот. Да, Ди Каприо мы все поздравляем с заслуженным Оскаром. Давно уже плакал по нему этот Оскар. Теперь он у него будет на тумбочке стоять. Вот. Кто знает, что хорошее есть в Тбилиси, пишите мне, пожалуйста. И, кстати, кто-то мне обещал печатную машинку подарить. Мне нужно Семену печатную машинку. Притом подарить ненадолго. Может быть, на полгода, может быть, на год. Я потом отдам. Дать попользоваться, короче. Печатная машинка, печатная машинка. Воздух хинкали. В воздухе хинкали. Или все-таки это отдельно воздух и отдельно хинкали. Ой, ну что вам рассказать о общении с Линдой? На самом деле она очень такая... Сморная девушка. Ну, в принципе, она хорошая. Но какая-то как загнанный такой зверек. Ну, не знаю, я уже не помню эмоций, которые были у меня. Но, по крайней мере, мне кажется, мне удалось ее немножко разговорить, потому что она была достаточно закрытой и достаточно такой... не готовая к разговору. Собираюсь на эфир. Мир. Кто это мне там посылает? То цифры, то буквы. Что вы мне там посылаете такое? Ладно, ребяточки, я вам показалась, так сказать, отметилась. Ой, точно, я ведь даже не спросила Линду, понравилось ли ей мое перевоплощение в шоу один в один. Я же ее делала, действительно. Да, почему? А мне кажется, что я даже... Она, наверное, не видела, что ли? Она не смотрит вообще ничего. Она, наверное, не смотрит телик. И мне даже кажется, что я ей сказала, что я перевоплощалась в вас, когда ее начинала выводить. Я ей сказала, что я перевоплощалась и делала вас такой мрачной, такой прям мертвый гидом вставали из могил. Вот. Нет, я, честно говоря, как-то не обсуждала. Вообще не очень корректно на одном канале обсуждать работу другого, каналу, поэтому я не помню. А может быть, я и говорила. Но не называя, естественно, канала. Но тем не менее. Привет, Альгина. Привет, Липецк. И всем пока. Буду поговорить. Да. В ДВД- .